Я хотел бы сердечно вас всех приветствовать. Давно имел желание посетить научный центр сердечно-сосудистой хирургии. И вот по любезному приглашению Лео Антоновича сегодня эта мечта осуществилась. И то, что я увидел, поразило меня. Конечно, порождает даже сама статистика, когда читаешь информацию о центре, эти тысячи операций, сложнейшие операции, спасение тысяч жизней младенцев, которые, родившись, никогда бы не смогли вырасти и жить, не только работать, просто физически жить, если бы не ваши усилия. Но действительно, когда видишь, а не просто слышишь или читаешь, то тебе передается определенное эмоциональное состояние того учреждения, в котором ты находишься. Ты видишь глаза людей, ты слышишь интонации и понимаешь, насколько здесь люди преданы своему делу. Вот эта огромная преданность делу, полное посвящение себя тому, что совершается в этих стенах, для меня, как для человека, в свою очередь посвятившего жизнь духовной сфере человеческого бытия, является очень важным сигналом благополучия. Мы живем в то время, когда внешний мир дает нам очень много сигналов неблагополучия. Это касается и общественной жизни, и политической жизни, экономики, социальной жизни. Если смотришь программу новостей, то, к сожалению, количество негативного материала часто намного превышает объем положительного материала. И может создаваться некая искаженная картина, и у многих она создается, некой всеобщей неудачи, что, мол, неудачники мы, что-то ничего не можем сделать. Вот когда посещаешь ваш центр, то понимаешь, что это искаженная картина. И в стране есть эти очаги роста и огромного успеха. И центр, в котором я имею честь сейчас находиться, является таким центром успеха и местом роста. И уже заодно это спасибо. А спасибо также еще и за то, с чего я начал свое слово, за то внутреннее состояние, с которым люди здесь работают, за тот энтузиазм, который невозможно компенсировать никакими зарплатами. Вообще материальное обеспечение людей, которые занимаются такого рода деятельностью, это является очень важной задачей. И это обеспечение должно быть достаточным, вполне достаточным, для того, чтобы человек не чувствовал себя некомфортно. Но еще и еще раз нужно сказать, что никакими деньгами невозможно компенсировать вот всего того, что происходит в человеческой душе. Подвиг не компенсируется никакими человеческими средствами. Но он компенсируется чем-то другим. То, что происходит от Бога. Внутренним состоянием души такого человека. Глубочайшим удовлетворением от того, что сделано. Радостью за спасение жизни людей. А все то, о чем сейчас говорю, не имеет никакого отношения к материальной стороне жизни. Это духовная сторона жизни. Собственно говоря, вообще человеческое счастье принадлежит духовной стороне жизни. Если вдуматься, то именно от состояния нашего сердца и зависит понятие счастья. Вот я употребил это слово сердце. Много раз задумывался, почему в Слове Божьем именно сердце является синоним души. Но, казалось бы, умственные способности сконцентрированы в мозге. Волевые способности сконцентрированы в мозге. Почему вот этот насос в центре человеческого тела стал синонимом души? Блаженны чистой сердцем, потому что они Бога узрят. У меня нет окончательного ответа на этот вопрос. Потому что такова была воля Божья. Сам Бог назвал душу человеческим сердцем. Но, конечно, не случайно. Потому что в сознании, в том числе и древних людей, сердце это было что-то самое центральное и важное. И поэтому забота о состоянии этого органа, лечения болезни этого органа является, конечно, огромной задачей. Задачей не только стоящей перед медициной, а стоящей перед современным человечеством. Потому что хорошо известно, что очень многие заболевания, в том числе и сосудистые заболевания, вся эта патология является результатом того, что происходит сегодня с человеческим обществом, и с человеческой личностью. Вот дай Бог, чтобы та огромная работа, которую вы осуществляете над человеческим, физическим сердцем, помогала людям также и обретать здоровье духовное. Обретать здоровье сердца, которое есть синоним человеческой души. Действительно, ваша работа, это работа на границе между жизнью и смертью. Это то место, где, как говорится, не может быть никакой двусмысленности. Да или нет. И цена колоссальная. Цена человеческой жизни. Вот поэтому я хотел бы сердечно-сердечно поблагодарить вас, Леон Антонович, весь ваш коллектив, за ту огромную работу, которую вы совершаете. Особенно же хотел сказать о успехах в области спасения младенцев. Страна наша очень пострадала от всех этих перипетий XX века. Мы потеряли огромное количество людей. И сегодня проблема демографии, странное слово, не знаю, насколько она покрывает и может покрыть озабоченность, резкого сокращения населения нашей страны. Это проблема, я думаю, номер один. Можно развивать экономику, инфраструктуру, но если не будет людей, для кого? А кроме того, можно ли вообще развить экономику России, не имея людей? Можно ли колонизировать все эти колоссальные пространства России, не имея людей? И поэтому спасение каждого младенца есть, во-первых, труд, который велик пред лицом Божьим, и, во-вторых, труд, который и так необходим сегодня всему народу, не только той семье, в которой спасается ребенок. Я хотел бы пожелать успеха вам. Под успехом я подразумеваю не только совершенствование профессиональное, но вы лично, вы, Леонид Антонович, занимаетесь ведь не только руководством этим научным центром, но и заботитесь вообще о здоровье нации. И вот дай Бог, чтобы при вашем участии, при участии ваших коллег менялась ситуация с здоровьем нашего народа, чтобы духовные и физические люди становились сильнее, освобождались от пороков, которые сегодня разрушают целостность человеческой жизни, освобождались от дурных привычек и многого того, что подтачивает человеческое здоровье и лишает человека полноценной жизни. Я хотел бы в память о пребывании в этом центре лично вам подарить вот такой образ целителя Пантелеймона, который можно переносить, возить с собой. Пусть молитвами святаго великомученика, целителя Пантелеймона укрепляются ваши руки, и чтобы всегда все то, что вы делаете во имя спасения людей, было успешным. Я хотел бы также вам подарить какие-то две книги. Ну, одна книга мной написанная, она содержит некую такую систему взглядов на православное христианство, а это скорее картинки, чем книга, но которые тоже вас познакомят с церковной деятельностью. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Профессор Глянцев Сергей Павлович. Ваше святейшество, я занимаюсь в том числе вопросом нравственности, этики, милосердия в нашей профессии. У меня вопрос следующий. Возможно ли быть нравственным, милосердным вне религии? Нравственное начало Богом заложено в человеческую природу. Всякие попытки материалистического объяснения нравственности несостоятельны. Когда нравственность связывается с социальным, историческим, культурным контекстом, то это приводит к ложным выводам. Потому что существует колоссальное разнообразие социальных, культурных, исторических контекстов. Значит, как результат должно было бы быть разнообразие нравственных систем. Тогда бы не существовало понятия общечеловеческие ценности. Общечеловеческие ценности это не культурные ценности, как сейчас понимают. Это не ценности демократии и либерализма, как тоже некоторые понимают. Общечеловеческая ценность это то, что принадлежит человеческой природе. Вне зависимости от того, родились вы в Папуа, Новой и Гвинеи, в Соединенных Штатах или в России. Значит, Бог заложил этот нравственный код в природу человека. Способность различать добро и зло. Конечно, культура накладывает отпечаток. Вот этот код может приобретать различную модификацию. Но в основе всего, как это неудивительно, те самые 10 заповедей Моисея и все законодательство мира основывается на этих принципах. Поэтому, если в природу человека Бог вложил нравственную основу, то она ему принадлежит. И в этом смысле, если взять идеально стерильную ситуацию, то неверующий человек может быть нравственным. Потому что в природе-то работает, совесть-то есть. В чем проблема? Проблема в том, что на человека оказывается колоссальное воздействие извне. Человеку непременно нужен интеллектуальный критерий. Потому что очень легко запутать человека. Как сейчас происходит. Когда теряется различие между добром и злом. Когда зло рядится в одежду добра. Причем в наше-то время, когда оказывается колоссальное информационное влияние на личность, потерять систему ценностей очень просто. Задача религии заключается в том, чтобы сохранять этот критерий. Абсолютный критерий в оценке добра и зла. Божественная заповедь это абсолютный критерий. Если завтра все скажут, что разрушение целомудрия есть норма жизни, если завтра все скажут, что нету разницы между естественным браком и гомосексуальными отношениями, потому что это соответствует правам и свободам человека, церковь скажет, это грех. И сегодня церковь говорит так, оставаясь уже в меньшинстве. Но если она перестанет это говорить на основании вот этого абсолютного божественного критерия, люди теряют различения добра и зла. Вот поэтому идеально может быть человек нерелигиозный и нравственный, но удержаться очень тяжело. Вот здесь еще, знаете, что очень важно? Конечно, большое положительное воздействие может оказывать культура. Но ведь вот что интересно. Вот мы иногда говорим о нравственности советского человека. Да, действительно, была высокая нравственность. Но ведь это же была постхристианская нравственность. Ведь коммунисты же не изобрели новые нравственности. Они имплантировали христианскую нравственность, только Бога откинули. А все же жило, возьмите кодекс, вот здесь люди нашего поколения помнят, кодекс строителей коммунизма. Это христианская система нравственности. Вот если сегодня нравственность сохраняется в обществе, то это пострелигиозный рерудимент. А вот что произойдет в обществе, которое полностью изгонит абсолютные критерии? Страшно подумать. Поэтому я всегда говорю, мы не бирюльками занимаемся сегодня, как церковь. Можно быть верующим человеком с точки зрения воцерковленности, с точки зрения посещения храма. Можно быть религиозным человеком с точки зрения признания идеи Бога. А можно быть человеком, не признающим идею Бога, но признавать важную роль церкви в сохранении нравственности личной, семейной общественности. Я думаю, сегодня должен каждый человек, у кого нету просто, опять-таки, пещерного такого неприятия всего этого. Есть люди озлобленные, пещерно невоспринимающие, которые хулят Бога, которые выставки устраивают страшные, кощунственные, которые растлевают детей. Есть такие люди. Есть такое понятие в Слове Божии, хула на Духа Святаго. И сказано, любой грех прощается, кроме хулы на Духа Святаго. Вот когда человек ненавидит, когда человек борется, когда он разрушает святыни, вот это и есть хула на Духа Святаго. И вот поэтому из того, что вы сейчас сказали, вытекает очень важное следствие. Я сознаю то, что в нашем обществе очень много интеллигентных людей, которые не считают себя религиозными по своим попурзу жизни, но у которых вот эта порядочность, я ее называю вот этот рудимент религиозной жизни, это же с генами передается от родителей, это еще как нас бабушки и дедушки воспитывали, это переходит все из поколения в поколение. Так вот этих людей я называю людьми доброй воли. Для меня термин человек доброй воли это не идеологизированный термин, это реальность, человек способный поддерживать нравственное начало в жизни общества. И с такими людьми сегодня церковь должна быть вместе. Вот почему я выступаю за открытый диалог, сотрудничество церкви, интеллигенции, церкви образования, церкви науки. Потому что если мы потеряем сегодня нравственное измерение жизни, то общество перестанет быть жизнеспособным. Немножко долго говорю, но в профессорской среде, я думаю, это будет понято. Есть ли еще вопросы коллеги? Доктор медицинских наук, Софья, Глубка, Глубка. Пожалуйста. Очень часто к нам приходят мамы сразу после того, и первое, что они спрашивают, они спрашивают за что? Почему? Почему возьмем правдивный порог? И мне очень больно, что иногда они отворачиваются, они считают, что это возмездие и оно несправедливо. Как нам будет в этом случае объяснить им за что? И как найти силу объяснить жить этим дальше? Бог создал человека свободным и что это означает? Этот тезис очень опасный тезис. Он закладывает в саму религиозную идею некую составляющую, которая очень подвержена критике. В самом деле, ведь так говорят не только мамы, у которых дети с пороком, так говорят жертвы цунами. Я уж не говорю о жертвах войны, но еще войну можно понять, а как цунами понять? Смыло несколько городов с лица земли, и люди спрашивают, а что это такое? Вот ответ может быть только такой, что Бог не завел механизм космоса на добро, как мы заводим будильник. Он не заложил обязательную программу на развитие всего мира и человеческой личности исключительно на добро. И человек способен творить зло. Кроме того, в основе бытия заложены определенные законы, и Бог ведь не вмешивается в течение этих законов, они развиваются соответствующим образом. Возникает, не знаю, соответствующий потенциал электричества в атмосфере, которые разряжаются молнией, громом и так далее. Если Бог будет вмешиваться в то, где должна молния сработать, а где должна не сработать, это уже будет иной мир. Так же, как Бог не вмешивается в нашу жизнь до тех пор, пока мы сами его не просим. Молитва это и есть просьба человека ограничить нашу свободу, войти в нашу жизнь. Поэтому нужно ясно понимать, что стихии мира работают по своим законам. Вот почему одни люди подвергаются воздействиям стихии, а другие нет? Почему одни подвергаются пороку, в том числе и сердце, а другие нет? Вот это, конечно, вопрос не ко мне, а к Богу. Никто этого не знает. Никто этого знать не может. Но только одно нужно понимать, что наша логика это не логика божественная. Мои слова это не ваши слова, и мои мысли не ваши мысли, говорит Господь. Мы просто не можем представить себе божественной логики потому, что мы с вами ограничены физической жизнью, и для нас смерть это катастрофа, а Бог видит все. Он находится вне времени и пространства. Он видит все, Он видит вечность. И вот в контексте вечности работает ведь другая логика. То, что для нас является страданием, для него таковым может и не являться. грязь. И почему Господь одного проводит через страдания, а другого нет, это его Божий замысел. А вот святые отцы учат нас правильному восприятию страдания. Страдание, объективное страдание, не то страдание, которое произрастает от нашей с вами активности. Ну, допустим, человек злоупотребляет алкоголем, а потом у него цирроз печени. Ну, это не крест. А вот когда объективное страдание, это крест. Господь говорит, что нужно взять крест и нести его, потому что без креста нету человеческой жизни. Каждый из нас хочет сбросить в себя любую тяжесть, любой крест. А Бог говорит, это необходимо для полноты человеческой жизни. Здесь, конечно, тайна божественной логики. Но вот Достоевский пытался в эту тайну проникнуть. И он пишет о страдании как о необходимом нравственном компоненте человеческого бытия. Если нет страдания, нет человеческого роста. Поэтому людям простым, которые говорят, за что, нужно сказать, предайтесь в руки Божьей. Вы этого вопроса не задавайте. На этот вопрос вам никто не ответит. Ни я, ни патриарх, никто. На этот вопрос вам может только ответить Бог. Единственное, что вы должны сделать сейчас, призывать помощь Божью, чтобы Господь поддержал руки хирургов, чтобы вдохнул силу, укрепил этого младенца. Но ответить на вопрос, почему Бог проводит одного человека через это страдание, а другого не проводит, ответить никто не может. Тайна человеческой жизни. Мы с вами только к этой тайне прикасаемся. Мы ее никогда не поймем. По крайней мере, до тех пор, пока живем в этом теле. Когда предстанем пред Богом, может быть, улыбнемся, взирая на наш с вами вот этот отрезок жизни в условиях физического мира. Христианская вера и церковь призваны помогать человеку, в том числе ни в коем случае не терять присутствие духа. Терпение есть величайшая христианская добродетель. Без терпения нету роста человеческой личности. Человек, теряющий терпение в преодолении трудностей, то есть внесения креста, становится слабым, разрушает самого себя. Вот поэтому я и хотел бы здесь перейти очень кратко к теме присутствия церкви в ваших стенах. Но это очень важное служение. И вот даже сегодня, находясь в храме, потом общаясь с медицинским персоналом, и с мамами, и с некоторыми пациентами, я почувствовал, как важно для людей духовное укрепление в тот момент, когда они проходят через эти испытания. И здесь священники должны находить правильные слова, утешение. Но вы знаете, ведь не столько церковь словами утешает, сколько молитвой. Вот когда священник начинает молиться вместе, искренне молиться вместе с пациентом, или с родителями младенца, вот тогда и наступает успокоение, и Господь дает свою благодать и поддерживает. И все это не психотерапия, все это не внушение. Это реальное действие божественной благодати, божественной энергии, которая дается нам в ответ на молитву и искреннюю веру. Вот поэтому важно, чтобы в таких местах были храмы, была духовная жизнь. Я хотел бы еще раз Леон Антонович поблагодарить вас сердечно за то, что вы были одним из первых, кто создал храм в таком важном медицинском центре, поблагодарить владыку Пантелеймона и духовенство, которое здесь трудится, но и выразить надежду, что это сотрудничество медиков и священников, которые работают с душой человека, то есть с тем самым сердцем, о котором говорит сам Бог в слове своем, будет успешным и на благо пациентов, на благо нашего народа. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо вам за внимание и за эту встречу. Очень был рад. Помогаю вам всем Бог и тем, кто принимает мои слова, как верующий человек, и тот кто сомневается, пускай Господь всем помогает и хранит вас от всякого зла. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.